Всем добрый вечер, дорогие друзья! Вот только недавно завершился, был сделан последний ход в финале Кубка Феникса по Блицу. Практически сразу начинается новое мероприятие, матч против администрации. Я думаю, что Кирилл Широков подробнее осветит регламенты и детали данного события. Ну а я вот комментирую первую партию первого микроматча данного большого матча. И команда администрации представляет Кирилл Широков согласно жеребьевке. Его соперник Арат Краимов, контроль времени 5 плюс 3, играется две партии, белыми и черными. Если кого-то интересуют более подробные детали, то, конечно, все вопросы к Кириллу и к видео, которые он, я думаю, в этот момент уже выложил в группу. Ну а в партии был разыгран с исцелянских гамбит, с Б4. Любимый вариант Василия Боришина. Ну, гамбит, конечно, достаточно интересный. Понятно, что белые на дебютный перевес рассчитывать по идее не могут, но... Вообще-то, мне кажется, что реакция Арата не самая сильная. Может быть, тут какая-то компенсация у белых и будет. То есть, ну, особенно если конь каким-то образом пройдет на d6, будет вообще замечательно. Ну да, она леона опрашивается. В какой-то момент, видимо, белым придется играть конь d2 и конь e4 и конь c4. Главное, чтобы Кирилл сейчас не стал сохранять своего белопола, как он делает это делать. Потому что от белопола в данной позиции особо толку нет. На мой взгляд, конь a3 заслуживает серьезного внимания. После чего компенсация белой должна быть, ну, очень неплохой. Задумался Кирилл. Контроль времени достаточно сидящий. c4 тоже имеет смысл. Проблема в том, что, возможно, сейчас у черных есть ход конь f4. Она так и сыграна. Ну, с другой стороны, компенсация белых носит достаточно долговременный характер. Вот просто слава на e4 ввели, потом конь c3. Преимущество в пространстве есть. Спешки на бассейн на a5 слабые. Пока никуда не идут. В общем-то, все неплохо. Другое дело, что Кирилл уже на минуту отстал по времени. И, в общем-то, это может быть плохой знак. Но e4 исполнено. d5, ну и ход ed, мне кажется, практически вынужден. Думать особо не о чем. Потом конь c3. Да, ed, конь c3 выглядит очень логично. Да, вполне, вполне. Здраво играет Кирилл Широков. Кажется, что в а4 проблем у него быть здесь не должно. Да, и трудно мне действительно упрекать белых здесь за не совсем разумные траты времени. Потому что у самого особенности стиля такая. Рад играет f5. Довольно вызывающе. 2-0 выглядело намного более естественно. И, может быть, сильно. Но здесь, ну даже, куда же после слом b1 с белых особо проблем не должно быть. Можно попытаться конь b5 включить в промежутки. Конечно, вопрос, даст ли это что-то реальное. Попробовать в той. Да, конь b5 сыграло. Он очень, очень неплохо хориграет. Главное, чтобы он после какого-нибудь трезе 7 не начал осуществлять веселые жертвы. Кстати, веселые жертвы может возможность. Слон f5, ef, ладья е1. Слон е6, d5. Другое дело, что непонятно, зачем это все белым нужно. Учитывая, что их позиция после простого слом b1 была очень увлекательной. Но Кирилл, конечно, не был бы Кириллом, если бы так не сыграл. Ладья е1 сейчас будет. Слон е6 и, видимо, d5. Не исключено, что помимо d5 имеет смысл ход g3. На отход коня ладья в е6, конец с 7. А конец 3 просто король g2. Ну, конечно, вряд ли это сильный. d5 более естественно. В общем, не совсем мне нравится то, что сделал Кирилл, потому что его позиция при спокойном течении борьбы выглядела более привлекательной. С другой стороны, белые отыграли пешку. Этот фактор тоже нельзя недооценивать. Вот после ладья е3, кони черных, возможно, так или иначе потеряют стабильность. То есть ладья е3, ладья d8, кони d4. Довольно сложно, действительно, комментировать Блиц. Потому что ты должен либо не терять нить провистывания, либо, собственно, указывать какие-то варианты. Потому что все-таки это будет практически бессмысленно. Ладья d8 сыграно. Да, ну и ничего умнее, чем ход одним из коней на d4 я здесь не вижу. Потому что терпеть коня на d3 неудобно. Может быть, все-таки конь f на d4. На ферзь g5 всегда есть ход ладья g3. Потому что можно, конечно, как-то пытаться огибать этого коня на d3. То есть пойти здесь в ферзь а4, но это не выглядит хорошо. Задумался кирилл, сильно отстал по времени. Обратите внимание, что Айрат потратил всего лишь 10 секунд. Но не считая добавления на всю партию, а кирилл уже почти 3 минут. Другое дело, что добавление 3 секунды достаточно щадящее. И даже если у кирилл останется совсем мало времени, это еще не гарантия поражения. Ферзь b3 мне ход не нравится. Просто от коня d4 было сильнее. Причем намного. Видимо, конь c5 есть ответ у черных. Не исключено, что пешка e6 в итоге падет. А если пешка e6 падет, то не совсем понятно, ради чего затевалась вся вот эта вот авантюра. Начиная со слона в 5. В общем, король h7. Ну, может быть, кстати, излишне аккуратно играет Айрат. Кирилл появляется шанс все-таки подержаться за эту пешку. Вот конь bd4. g3 вряд ли таким образом можно действительно потревожить черных, потому что конь c5 есть ответ всегда. Может быть, еще конь h3 имеет какой-то смысл. А, ну да, конь h3. Прошу прощения. Конь h3 и конь fda видео просто выигрывают за черных. Но Айрат бросается в какие-то отчаянные контратаки. Я перестаю понимать, что происходит. Вот сейчас быстро покажу вариант. После конь h3. Король, g2, конь hfda, по-моему, для команды администрации наступали тяжелые времена. Но в партии Кирилл просто получил лишнюю фигуру за весьма сомнительную компенсацию. Ваш комментатор здесь, не задумываясь, пошел бы, конечно, в ферзь А3 и вынудил бы размен ферзей с победой. Но Кирилл не таков. Он будет играть на мат, даже когда мат ставит ему g4. Да, вот, конечно, Кириллу надо бы просто мерить амбиции и просто спокойно реализовывать эту лишнюю фигуру. Ну, начать, например, с хода коня в d4. Избыточно защищая пешку е6. Да. Очень долго белые думают. Хотя, вроде я не вижу в обозримом будущем никаких серьезных сюркросов черных. То есть, конь в d4, даже ферзь отойти пока не может из-за е7. То есть, вот представьте вариант коня в d4. Ферзь h4 и е7. Конь h3 и просто ладья бьет h3. В дальнейшем белые забирают одну из ладей. И, видимо, побеждают. Кирилл как-то... Задумано, очевидно, еd. Ферзь d7 и конь е5 просто. Но зачем было... Давайте... Так, что происходит? Чуть черный зевает ферзя. Видимо, партия заканчивается. Ну, до поры-добры в нем в сферниках играли очень хорошо, очень принципиально. А потом, конечно, начали происходить странные вещи. Похоже, что команда администрации после хода ладья и 8 выйдет вперед в этом матче. А, ну, ферзь в 3 тоже вполне возможно. Ладья и 8 побеждала проще. Но с лишним ферзьем, я думаю, есть любой метод уже хороший. Комментировать тут нечего. Ладья и 8 сыграно. Белые побеждают. И команде участников группы Шахматный Феникс придется после этой партии отыгрываться. 1-0. Ну, а второе видео выйдет... Вторая партия выйдет отдельным видео. Так что всем, кто посмотрел, спасибо за внимание. Будьте с нами, следите за продолжением матча.